Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, уважаемый господин ведущий! Мы, команда знатоков, готовы начинать! Ренат. Здравствуйте, да. Ты, как самый главный саппорт команды, какого героя ты предпочитаешь больше всего? Героя? Это на обсуждение или личный вопрос, Ренат? Личный вопрос. Балансного Леона предпочитаю. И ответ неправильный, поскольку сейчас будет вопрос про Вендерфул Спирит или ВД. Итак, первый вопрос. Что объединяет героев Вич Доктор и Вендерфул Спирит? Помимо того, что они саппорты и у них есть станы, есть одна очень интересная особенность, которая их объединяет. Через минуту скажите, что это за особенность. Время пошло. Они ведьмы? Они аборигены. Скорость стычки? Я хэзовую. А, может, реально скорость стычки? Не, Абенгены. Да не, на самом деле это глупо, мне кажется, скорость стычки. Да. А ты думаешь, что тебе будут просто... А что их еще может объединять? По лору они вроде никак не связаны. Они объединены в секту. Нихуя бы их дурацкие станы, которые доджатся. Они оба уроды, может. А вот эта не дурацкая. Абенга нормальная. А не оба, а аборигены. Ну что, версии, версии. Капитан, накидывай. А я свою версию. Капитановка в тарелку. Может быть, он просто... Ладно. Не для вебеса. Не для вебеса. Ну и что? Что у них общего? Что за лб***т секунды. Что у них общего? Господин ведущий, намекните. По два слова. Не только у них. Так у них тоже. Я знаю, они любят умирать. Время вышло. Оталанты. Что-то по талантам. Все, все. Итак, капитан команды. Кто будет отвечать на вопрос? Я отвечу. Итак, ваш ответ. Итак, правильный ответ на вопрос, который нам прислал Алексей Коржов из какого-то города. Итак, правильный ответ заключается в том, что у них существует одинаковый партикл. То есть, тычку, которую выкидывает Вич Доктор, она идентична Вейвов Террору, которую выкидывает Венжи Фол Спирит. Нет, это нет. 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 Мы это... Ну, это... Протест. Протест. Апелляцию можно подать после игры. Во время игры там это... Я не согласен. Офигите, ребят, когда вот так вот делаешь, глаза, сиди соносчиком. Счёт 0-1 в пользу телезрителей. Не, ну это вообще неправда. Может быть, это для кого-то так же выглядит. У меня другая точка зрения. Это ущемление моих прав, я считаю. Кто-то на минималках играет. Да, когда ты играешь там 400 на 640, там все тычки похожи, если честно. Все тычки похожи, когда 400 на 640 из какого-то города там. Алексей играет. Кто из вас больше всего любит играть на Пудже? Потому что следующий вопрос посвящен именно этому персонажу. Я на тычки. У нас нет любителей Пуджей. Да, у нас нет таких. Только тычки. У нас нормальные ребята. Значит, этот вопрос для вас будет сверхсложным. Что за подставы? Иван Татьянин из какого-то неизвестного города интересуется у вас. Все мы знаем, что небезызвестный Пудж-мясник участвует в битве древних и использует свой заточенный тесак с крюком для поимки и пожирания своих жертв. Но какова истинная задача этих предметов? Готовь. Тесак, задумайтесь. Что, брезать врагов? Да у нас обсуждение. А что там тесака? Что еще? Крю-крю. Я только знаю. Ну, он-то мясник, ну, Буча. Да. Ну, разделывает животных, вешает там пушки. Нет, он вешает их, как в одной игре. Да он не вешает, он пополняет себя. Он куски берет и в свое тело же. Dead by daylight. Он же убивает людей или там животных и себя больше делает. Может, он изначально был нормальным пацаном. Да нет, там по лору он типа по любое ходит и типа собирает трупы, разрезает их и их себе приделывает. Ну вот, разрезает тесаком, приделывает крюком. Пусть будет. Ну, по идее. Ну да, мы же по лору. Иван Татьяне-то это, шарит по лору. Ну, это такое. Все, я бы нам... Мы готовы дать ответ, господин Ильич. Это сейчас будет Игорек. Зачем? Хорошо. Все играет, все. Итак, ваш ответ. Ну, если считать по лору, надеюсь, что будет ответ правильный. То он ходил по полю боя и разделывал трупы и прицеплял их к себе. Разделывал трупы тесаком и прицеплял к себе крюком. Ну да, типа да. Итак, правильный ответ. Ваш ответ принят. По лору Доты-2 Путш расчищал поле битвы от останков погибших героев, чтобы на следующий день битва началась вновь. БРРЯ Итак, счет становится 1-1 и это первое очко для команды знатоков. Похлопаем себе, похлопаем. Похлопаем себе, похлопаем его. Поднялись охотисти. Изи очко для Игорька Итак Сейчас будет немножко посложнее До этого были нелегкие До этого были легкие вопросы Геннадий Хвостунов Из неизвестного нам города Они походу из одного города все Интересуются У какого известного человека Лина позаимствовала фразу Лучше сгореть, чем угаснуть Ответ У нас есть засрочный ответ Курт Кобейна И это правильный ответ Опа И счет становится 2-1 в пользу знатоков Слишком легкие вопросы для Игоря Бррр Я буду ответить на вопросы Так мы же команда Согласен Все Итак Из-за того, что счет слишком хороший Для вас Сейчас будет Просто самый Сложный вопрос Который я видел в своей жизни Он действительно очень заковыристый И поэтому я вам предлагаю его записать Потому что будет действительно сложно Итак Евгений Кондратьев Из неизвестного города Интересуется Если Лина Под лотусом Элинкой Ультует в антимага Под контрспелом Что произойдет? Я знаю 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 Исчезнет спелл То есть он ударится И Никого не ударил Дополнительный ответ Баррис большой Нужный Срочный ответ Но она ударится Ну типа лагуна Ударится Никому не наносит дэмэджа Это ваш Это наш ответ Она исчезнет просто Итак Правильный ответ Лина Ультанет Антимаг Вернет ей ульту Лотус вернет его В антимага АМ вернет еще раз Но лотус второй раз Подряд не сработает И лагуна Улетит В линкенсферу То есть лотус Работает всего один раз В данном случае Ну урон никто не нанесет Лагуна Да Ну агенат Правильный ответ Я там был правильный ответ Пок чемп Пок чемп И счет становится 3-1 В пользу знатоков Не такой уж и сложный Ваш вопрос Блиц Три вопроса На каждый дается Ровно по 20 секунд Так как вы Два раза Использовали Досрочные ответы У вас есть Дополнительные Две минуты На раздумье Слишком легко А нам за него Три очка даст Или одно все равно Нет за одну очку Бог с ним Что мы на 20 секунд Не будем минут дополнительно тратить Ну посмотрим Если проиграем То проиграем Мы 3-1 ждем мужики Ну вообще да Нам вообще как бы это А за Блиц же одну очку Дастся зрителям правильно Что? Вот мы неправильно Ответим на Блиц Одну очку зрителям Да А ну тогда Да бог с ними Ну да Будет 3-2 Подгончик для вас пацаны Для моих пацанов Из группы Team Empire Итак Первый вопрос Что происходит с человеком Когда на него Вешают ульту Дума Горит С человеком С обычным человеком Да Ему плохо Он гниет Не Он не может говорить На ладу Молчит Он не может говорить Горит Он молчаливый крик Это как картина Вот этого художника была Итак 20 секунд закончились Но я дам вам Небольшую подсказку Как называется спелл Дума Я знаю ответ Ёма На нём дум Думи Как это переводится? Дум Дум это дум Проклят Проклят Итак Ваш окончательный ответ Капитан Кто будет отвечать? Отвечаю Капитан Вахнет чай Нет Он получает проклятие Я вас предупреждал Правильный ответ Он задумывается Он задумывается Он задумывается Я почти был прав Счет становится 3-2 Все еще Пользуя снатоков Это по моей тематике Вопросы А что ты не ответил? Смеха ради я вам задам оставшиеся вопросы. Итак, второй вопрос был бы. Байбэк раз или трон в унитаз? Надо ответить. Байбэк раз. Правильно, поскольку унитаза нету в доте. И третий вопрос. Кто говорит фразу Никс, Никс, Никс? Никс, Никс, Никс. Никс. Ответ неверный, потому что правильный ответ Никс Ассасин. Шансов не было, правда, на самом деле. Итак, шестой раунд и следующий вопрос. Тема немножко тёмная. На чёрное дурное действие. Точно на ютуб можно будет выложить? Чёрная тема. Тёмная тема. Итак, вопрос. Кодус так за три геллс. Сколько героев в доте 2 могут совершить суицид своими силами? Раз, два. А если вот Рубик ворует с Павел, это считается? Своими силами, да? Пять или с Павел. Своими силами? Последним. Нет, не считается. Тебя Виннер и Спаши это было. Никто Тебя Виннер и Спаши не смотрел? Он отвечал на этот вопрос. Там либо пять, либо семь. Да, можно посчитать. Давайте посчитаем. Пудж. Пудж. Алхимик. Алхимик? Алхимик. Течис. Текис. Абадон. Абадон. Ещё должен быть. Кто-то. Своими силами. А Рубик, который с Павел? Нет. Не считается. Почему? Это не своими силами. Да. А ульты, это не его силы. Так ты же забрал, ну, типа, Чужую силу забрал. Это считается в вакууме. Сколько мы начисали? Четыре? Четыре пока. Четыре. Какие ещё герои есть? Парни вспоминали. Он на Симу отраслал. Я героев со Флэрин. Тогда мы можем дополнительную минуту взять? Можете взять дополнительную. Мы будем брать? Давайте возьмем. Мы берём дополнительную минуту. Ну чё, парни, давайте. Герои какие герои? Что, Рубик работает? Не работает? Нет. Суицит своими силами. Ну, кого способны сядь? Могут отнять себя много. А, силы бирмашки? Пугна. Пугна. Да, Пугна может. Пугна. Пугна. Пять. По идее, всё? Наверное, всё. Ещё я видел, когда верный. Да, верный, кто-то может загинать своим. Нет, это же не суицид. Пять. По идее, пять. Пять. Ну, пусть будет пять. Чё, мы готовы ответить? Я уверен, что мы не всё вспомнили. Значит, так, ну... Итак, ваш ответ. Капитан, кто будет отвечать? Парни, хочешь ответить? Ты скажи любому. Ты капитан, давай это. Довое решение. Значит, буду отвечать я. Значит, смотреть. Надеюсь, ты ответишь пять. Просто ответь пять. Ваш ответ. Сколько героев могут сделать суицид? На счёт пять. Абадон, Патч. Алхимик, Тыча, Спугна. Итак, правильный ответ. В данный момент, пять героев могут совершить суицид. Спасибо. Изи. Тай, винар. Счёт становится четыре, два. Изи, изи для знатоков, доты. Итак, счёт четыре, два. Напомню, что игра идёт до 6 очков. Переходим к следующему вопросу. Вы видите, что изображено здесь? Да, я вижу. А, всё, увидел. Ну, что это? Кто изображён из профессиональных игроков в ТОТО 2 на этом фото? ****** Это типа никнейм его, да? Я знаю. Аллакайте. Аллакайте. Да, был такой игрок. Такой человек. Это китайский игрок. Нет, азиат, он играл, кстати, в команде. Он азиат, но вроде у него в Великипедии, типа где-то Американ. ってる откуда он его тогда называл. Аллакайте. Аллакайте. Это было бы слишком легко. Ах. Ну никакого чёрта. Джима нейтрон. Блин, ну это сложно. Чё, пауэр? Сила? Пауэр? Сила? Ммм.. Ммм. Сё, мы не хотели. В самой картинке вы не увидите название, до этого нужно немножко задумать, у вас 10 секунд осталось. С чего возьмём минуту? Или сольёмся? Нет, лучше слиться. Да и что вы думаете? Минута из стекла. А это чё? Минута из стекла. Минута из стекла. Вы готовы дать ответ? Давайте дадим Алакракте ответ и будем машнить, потому что такой игрок есть. Пусть будет Тобсон ответ. Такой игрок есть. И мы будем машнить, если что. Если мы будем не правы, мы будем машнить. Может это Miracle? Вы продолжаете обсуждать, а должны дать ответ. Ну, капитан, избирай. Доварищ ведущий, мы готовы в скобочках не дать ответ, поэтому отвечать будет Ренат. Итак, Ренат, ваш окончательный ответ. Есть такой профессиональный игрок Алакрити. У меня есть друг Ника Бэйби, он играл в AG Unity, я тоже там какое-то время играл, и там был этот игрок Алакрити. Картинка на ней нарисована Алакрити, скилл инвокера, прорисована. Мы более чем уверены, что это именно тот игрок, не очень сильно известный, широкому кругу людей. Но, тем не менее, он профессиональный игрок, играл какие-то квалы. Все, наш ответ Алакрити. Спасибо. Спасибо. Молодец, у нас разведно студия на ней сидел. Да. А теперь правильный ответ. Каст Алакрити прожимается как ВВЕ. Но можно и в обратном порядке, ЕВВ. Порядок сфер соответствует порядку чисел 3-2-2. Ну это очень сложно было. Серьезно? И это получается, мы увидев Алакрити... Мы протестуем. Ну это полный бред, а не вопрос. Мы протестуем. Да, да, да. Кто, кстати, задавал этот вопрос? Скажи мне его именно так слово. Совсем забыл сказать, что вопрос прислал Павел Нагорный из неизвестного города. Из неизвестного города, да? Я с тобой приеду туда, Павел. В неизвестный город в неизвестное время. ЕЕВ-3-2-2. Гениально. Счет 4-3. Сказал нам, немного подумать нужно, господин Юрьевич. Немного. Офигеть. Немного подумать. На поверхности лежит. ЕВВ. Чуть-чуть копнуть просто. Восьмой раунд. И следующий вопрос нам прислал телезритель Павел Привалов. Из неизвестного города. Скорее всего, где-то в горах. Оскар Уайлд говорил. Человек чувствует себя неуютно, когда говорит о себе. Дайте ему ее, и он расскажет вам всю правду. Обладание ей роднит сварщика, супергероя и Джима Керри. Назовите любое из трех предметов доды, содержащей ее в названии. Дода. Содержишь доды. Это, по-моему, про воду вопрос. Про воду? Мне кажется, нет. Может, харизма? Нет, точно не харизма. А чё это да? Один из трех, да, предметов? Так, а нужно понять, про что вопрос-то. Это боту. Нет, тогда от него, да. Потому что это был Волтер Лай. Про воду. Волтер Лай. Волтер Луны. Нет, ну предмет в доде... Волшебство. Нет. Какое волшебство? Что роднит вот, типа Лу... Сварщика? Лу Челика и суперкрутого Челика. Вот что у них общее может быть? Супергероя? Да, вот что у них общего может быть? И Джим Керри. Огонь может? Джим Керри? Что Джим Керри? Тридц человек. Да, сварщик, супергерой и Джим Керри. Чё их роднит? И так, минута прошла. Будете ли вы брать дополнительную минуту? Ну, я вот про юмор. Может быть юмор. Кстати, юмор. Да? И где она содержится в доде? Секунду, секунду. Вы можете взять дополнительную минуту, и я вам снова зачитаю вопрос. Давай, давай. Лучше записывайте его. Записывай. Итак, значит вопрос. Оскар Уайлд говорил. Человек чувствует себя неуютно, когда говорит о себе. Дайте ему её, и он расскажет вам всю правду. Обладание ей роднит сварщика, супергероя и Джима Керри. Назовите любое из трёх предметов доды, содержащей её в названии. Дополнительная минута пошла. Она это что? Харизма подходит на самом деле? Не. Сварщик и Джима Керри. Да нет, ну сварщик. Как ты из сварщика что-то возьмёшь? Или из супергероя? Ну что она? Это просто чел. Просто так, чтобы запутать чутка. Почему человек чувствует себя не видно, когда говорит о себе? Не охота себе что-то рассказывать. Уверенность, может быть? Да, и в каком предмете есть такое название? Confidence. А предмете в каком? Подумайте. Сложный вопрос такой. Игорь, ты в очках-то должен знать. Ну я пытаюсь понять. Я сдаюсь. А на английском должен быть предмет? Почему задача? Ну конечно. На английском. Что есть общего у сварщика, супергероя и у Джима Керри в одной из его ролей? А, ну... Маска, наверное? Лол. Да. А, Mask of Madness. Ответ просто личность или маска? Просто маска. Назовите один из трёх предметов. Ну да. Mask of Madness. А что надо назвать? Предмет. Попросил назвать. Один из трёх предметов. Содержащихся в доте. Маск, Morbid Mask, Mask of Madness. А вы сказали сначала просто маска. А правильный ответ был бы Sage Mask или Morbid Mask или Mask of Madness. Глупые очки. Ты бы тоже сказал в Mask of Madness. Нет, я сказал в Mask of Madness. Я тебе говорил, говори Mask of Madness. У предметов доте. Четыре-четыре. Так он меня просто специально заруинил. Тогда он же там подсказку зарезает. У нас, кажется, было 4-3 в пользу зрителей, а не было 5 в пользу. Наши в пользу. Слышь, это капитан походу против нас. Протестую. 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 Много протестов на самом деле. Тогда у вас на каждое проигранное очко по протесту. Не люблю поиграть. Скобочка, уважаем. Следующий вопрос. Итак, следующий вопрос. На этот вопрос вы должны ответить. Только что был легкий, до этого тоже. Да, он был легкий на самом деле. Да, Лакрити тоже легкий. Лакрити вообще нечего. Ладно, я думал за ***. В принципе, справедливо, да. Давай самый сложный там, который второй вот после. Итак. Девятый раунд. Андрей Тихонов, из неизвестного нам пока что города, спрашивает, какой скилл в доте может сработать, даже когда сам герой находится в некоторое время в таверне? В таверне? Сумоны, ворды и мины минера не считаются. Работать стал? Ну, это пассивка алхимика на бабу, когда баунсирует, она работает, это считается? Да, считается. Да. Вот, всё, на досрочный ответ. И каким образом она работает? Выбирают баунсируны, ему капают больше бабок, чем остальные. Да. Ты задал этот вопрос, видимо, не знает этого. Да. Нас это не волнует. Правильный ответ же? Да, это правильный ответ. Спасибо. Но есть ещё один ответ. Так это же правильно. Ну, Мазучька. Это один из, правильно. Ну, Мазучька, другое ответ. Трэп о Тампларке. Трэп о Тампларке тоже. Но ещё один hard ответ. Там, я просто не помню, в исключениях их было или нет? Нет, были ворды, мины, и что-то само. Да, есть само. Ну, Трэп о Тампларке. Ещё один правильный ответ. Это Девауар дума. Ну, наш лучший. Наш лучший, наш лучший. Ну да. Наш даже лучший. Из неизвестного города. Так как сюда подходит сразу несколько ответов, счет становится 5-4 в пользу знатоков. Этот вопрос может либо подарить вам шарды, либо похоронить вас. Я бы дал за него где-то 30 секунд. Так мы же не обсуждали даже. У нас капитан. Капитан просто, да, реально, как вопросы ваши. Итак, десятый раунд. Итак, кто был капитаном СНГ команды, сыгравший самый долгий матч за всю историю профессиональной доты? СВЗ играли. Шадови? Там был Рамзес, Шадовиах, Экнард. Рамзес там разве был? Да, да, по-моему был СТАИ 21. Там Радстайл был еще команд. Нет? Да, кажется. А не Элидан? Так, Кодос, Каял, помолчите. Как вам понять, кто из них капитаном был? Либо Шадовиах, либо Артстайл. Шадовиах. Блин. Рамзес так, что не мог быть капитаном. Он тогда был малым очень. Либо Шадовиах, либо Артстайл. Кто? А что, Кладовиан мы не учитываем? А, пусть будет Шадовиах. Так СНГ команды. А, СНГ. Ну все, Шадовиах. Это же его стак был, типа. Ну, блин, Артстайл мог браздокровление там. Нет, нет, нет. Он мог там что-то так это... Возьми это. Ладно, давайте так. Когда Шадовиах стал тренером? Вон, когда Шадовиах стал тренером? Ну, Виндсрайк. Нет. После какой команды? Я не помню, но... Короче, я уверен, что это он. После М19, наверное. Товарищ ведущий, у нас есть ответ. Один. С***. Отвечать будет Кингард. Так, Ренат. Наш ответ Шадовиах. 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 Да. То есть, команде, где играл Артстайл, капитаном был Шадовиах. Да. Это наш ответ. Итак, правильный ответ... Шадовиах. Шадовиах. И, соответственно, те вопросы, на которые вы не смогли ответить, их авторы также получат эти шарды. Оу, нормально. Не, ну вот это... Особенно 3-2-2. Ему можете скинуть. Нет, ему Ринату можно привезти. 3-2-2 очка ему. Скиньте, пожалуйста. 3-2-2 очка. Все. Всем спасибо. Спасибо. Тогда... Давай на самолете. И ты хочешь катеть нормальный самолет? Игорь, твоя петля наделает. Может, отжима потом. Игорь, твоя петля наделает самолета, никто бы на твоих самолет не садился бы. И чё это такое? Он красиво выглядит. Можно просто в скидку записать, уже как-то будет.